Здесь я покажу несколько приемов, захват, то есть раздел, захват за руку и ударное освобождение при захвате за руку. А вот я прошу, в чем разница? Или есть ли это разница или нет? Вот первые три техники и потом три техники. Они сейчас отличаются или нет? Там сбивы были, во вторых. Вот ваше мнение. Говорите. Отличаются. Одно и то же. Твое мнение. Одно и то же. Твое? Нет. Не отличаются. Твое? Отличаются. Чем отличаются? Ну там вывод за счет вывезда из равновесия, а там сбивы просто. Правильно. В первом блоке были выведения из равновесия, во втором блоке были сбивы. И выведения из равновесия не было вообще. Вот смотрите, прикольно получается. Люди, которые еще даже поясов не имеют, этого не заметили. Люди, которые имеют пояса, уже заметили, что в первом варианте есть выведение из равновесия. Так вот, получается, это и есть именно особенности техники хапкидока. Даже в ударных комбинациях идет выведение из равновесия. То есть я стою и смотрите. И потом шел удар. Введение из равновесия. Здесь. Смотрите, я начинаю ходить. У меня и рука, и нога вместе. Я человек его вытягиваю. Бью. И потом уже. То есть я вот тоже из равновесия выведу. В этом варианте просто идет движение. Естественно, везде идет движение в сторону большого пальца. В сторону большого пальца это удобно. Поэтому идет движение руки. И отсюда. Бам, бам, бам. Здесь идет удар, сбив, удар, удар. И дальше как-то внешнее еще различно то, что в первом было по одному удару фактически, во втором блоке была комбинация. Чем это обусловно? Первые три техники это освобождение от захвата за руку из хапкидока. Вторые три техники это освобождение от захвата за руку из мотер-арбиса. Почему именно так оно дается? То есть для хапкидок, характерный для рукопашки хапкидок, в принципе, является выведение из равновесия и потом выполнение какого-то приема и удержание. Например, ну, атака, рука, рука. И мы видим, что мы говорим. Сконтролируем. Сконтролируем. Атака, рука. Вы его сбросили. Сконтролируем. Сконтролируем. Вы его сбросили. Сконтролируем. Мотер-арбис. Ага. Вот. Это хапкидок. Это рукопашка, которая характерна для обоих стилей. Да, понятно, что тут тоже бывают, как правило, одноударные чаще идут. То есть, по хапкидок более-менее вы знаете, мы выходим, бросаем и так далее. Почему в арбисе, что эти освобождения захватов не являются основным движением. Но, если мы берем основное обучение в мотер-арбисе, начинается с палки. Когда мы приходим в хапкидок, мы начинаем практически сразу же. Немножко удары руками и ногами, и захват за руку, и множество освобождений, болевые приемы, немножко ударов, но большая часть на болевые приемы. В мотер-арбисе, первое движение, что учат, это вот так, первый угол, второй угол, первый угол, второй угол. То же самое для двух рук, работа идет. То же самое, что в комбинации, связанные с блокировочкой, и ее достаточно характерное движение. То же самое движение идет, достаточно похожее и характерное. Если мы берем меч, достаточно характерное движение. Раз, исключение отцов. И, как бы, это более-менее то, что характерно для модер-арбисе. Соответственно, когда мы делаем освобождение, движение характерное движение. Бам-бам. Но оно сейчас повторяется. Именно поэтому первое интелло, которое учатся. Бам-бам-бам. Бам. Либо, например, здесь делали блок, и движение. То же самое. Раз, два. Поэтому здесь, смотрите, удар, удар. То есть движение впервые. Раз, два. Когда я делал двумя палками, вот оно. Раз, два. И даже мы, ну, освобождение от захвата учим и на те же техники, которые характерны, ну, что не мы учим, а в арнисе учим. У нас есть тех, кто сейчас, которые характерны для основного стиля. Но, обучение, защитие от захвата, от захвата, опять же, болевых контролей в арнисе начинается. Не с захвата зовут, а с захвата за палку. Но, если освобождение идут, болевые приемы здесь сложные, поэтому идет движение. Раз. Пам-пам. Пам-пам-пам. Одна и та же динамика. Если же в руке оказывают предмет, например, вот, ручка или чехол от ручки, и происходит заплату, то опять же, характерно для артистей. В хапки-дорже у нас достаточно много движений, связанных с тем, что мы делаем. Выведение равновесия, болевой контроль. Выведение равновесия, болевой контроль. И, соответственно, достаточно большой процент, что когда хапки-дорже окажется в похожей ситуации, например, и производит захват, то он будет делать не раз-два или удары. Хотя, как-то вот, вот хорошая техника, вот хорошая техника, но потом не получается, что какое-то движение, связанное с выведением продвижения. Или, например, вот, выполняемые, например, ты пробил этим предметом, этим же предметом продавил. Здесь, вот продавил, вот продавил, более, почему, например, хоть, ну подождите, мы же, когда работаем с палкой, тоже можем так делать. Захват за руку, вот, с палкой. А палка-то не сильно хочет идти здесь. Оно не сильно-то ей удобно. Поэтому у меня для палки удобно. Сбил. И выполняем. И поэтому, вот, говорить таким вот длинным образом, на то, чтобы потом сделать болевой прием, это не характерно для оружия. Да, там можно сделать вот этот удар, болевой контроль, иногда встречается. Но вот выведение, вот, на вот эти все вещи, из-за того, что длина палки другая, неудобно. И поэтому движок ставится на то, что удобно. Либо. И когда у нас в руке окажутся какой-то предмет, то вряд ли я буду на палке учить одну, а на предмете буду учить другую. Поэтому и нам нужно. А эта, наверное, останется, может, характерно, для какого стиля, для хопкиного. Спасибо. Спасибо.